То есть как вообще проводить отладку, чтобы понимать, какой именно запрос мы отправили, как именно мы его получили, необходимо подключить вот это, okHttp, тоже и SquareUp нашей вот этой библиотеки, которая как бы создала сам Retrofit, маши под него, SquareUp и вот здесь okHttp3, okHttp и Login Interceptor, то есть он перехватывает протоколирование, вот этот логин, то есть когда вы запустите, вот в ране, он вытащит прям okHttp и прям будет показывать, какой запрос вы отправляете, какой запрос получаете и так далее. Как мы интерсептор, как мы вот эти okHttp отлавливаем, вот мы подключили вот это, okHttp Login Interceptor, далее что с этим всем делать? Нам необходимо там, где мы создавали Retrofit инстанцию, создать интерсептор, HTTP Login Interceptor, но это можно не устанавливать, устанавливать уровень SetLevel, там хейдер и всего, ничего только нет, можно специализировать LevelBody. Ну это как бы и необязательно, вот так. Далее создаем okHttp Client, PrivateVal, на основе тоже построителя okHttp Client Builder, то есть он вначале выдавал, что ошибка Timeout и так далее, вот можно устанавливать Timeout, и я с этим игрался. И вот надо важно подключить Add Interceptor. Создали интерсептор из HTTP Login Interceptor, да, из этой библиотеки, которую мы подключили. Этот интерсептор нам надо добавить в клиент, Add Interceptor, вот сюда, okHttp Client Builder.build, построили клиент и этот клиент подключили в наш Retrofit Builder, то есть у Retrofit Builder теперь будет okHttp Client. Теперь, когда мы запускаем наше приложение, прям в ране мы прям видим, что происходит. Давайте вот okHttp Client, вот он видит get-запрос. Вот такой get-запрос мы отправили. Characters и 1. То есть если characters, он целый массив, да, JSON файл вытащит. Вот самый запрос в браузерной строке, если проверяем IP, вот characters, целый массив JSON элементов, там Гарри Поттер, Гермена Грэнджер, Рон Уизли и так далее. А если как вот у нас, вот здесь, да, characters slash 1, то будет запрос вот такой. Slash 1. Только Гарри Поттер, Harry James Поттер, Gryffindor, Daniel Radcliffe и так далее. Вот, он показывает вот этот okHttp, вот такой запрос мы отправили. И также он перехватывает то, что нам вернул, вернул сервер. Где он okHttp? Вот, это стрелочка оттуда в логе, да. Теперь стрелочка, что нам пришло из сервера. Во-первых, 200, статус 200, это означает окей, типа все прошло хорошо. OkHttp, это вот 200 за 200. И показывает вот реакция, ответный отклик от нашего бэкэнда из сервера. Более подробно он даже может его расписать. Вот так, ID1, character Harry James Поттер, nickname Harry, Hogwarts Student Rue, Hogwarts House Gryffindor, Daniel Radcliffe и так далее. Запомнили, да, как вот, если какая-то ошибка возникает, какой у вас алгоритм действий? Во-первых, подключить okHttp клиент. Затем пойти в наш интерфейс, где мы создаем, то есть вот там, где у нас была Retrofit инстанция, клиент. И добавить сюда okHttp клиента, создать с помощью построителя, okHttp клиент.builder, add Interceptor, Interceptor build. И интерцептор тоже создать на основе вот этого. Интересно, если напрямую вот так можно? Да, можно даже и интерцептор вот так и создавать. HTTP login Interceptor создать. И прикрепить как add Interceptor наш okHttp клиент. И его подключить вот сюда, клиент. Продолжение следует...